Всем привет! Сегодня хочу показать вам продвижение по моему процессу кружевной букет от фирмы Нитекс. Очень многие спрашивали, как продвигается работа, хотят посмотреть, но сразу скажу, работа продвигается медленно, потому что у меня очень много других процессов. Сейчас этот процесс у меня дорожный, поскольку первый свой дорожный процесс я завершила, сейчас вам его покажу. Я еще не сняла видео, потому что я буквально недавно закончила и еще не успела постирать. Это подушка от Панны, вот такая вот сова, вот такая огромная сова, но еще не постирала. Но так вам снимаю, типа анонса следующих видео, когда постираю, поглажу, тогда вам расскажу поподробнее о том процессе. Он у меня был дорожный, и когда я его завершила, то я взяла вот этот вот процесс, когда мы едем на дачу. Я не могу очень много часов подряд работать на грядках, мне нужно работать с перерывами. Поэтому, когда я делаю перерыв, я беру вот этот процесс. Почему именно этот процесс у меня дорожный? Хотя размер работы 54 на 46, это, конечно же, огромный размер, но использовать его как дорожный удобнее всего. Потому что здесь всего 19 цветов мулине, канва 14 каунта, и все вышивается очень большими пластами. Очень сложно здесь ошибиться, поэтому, как дорожный процесс, очень удобно. Положила, взяла опять, положила, опять взяла. В общем, вот так вот, когда набегами вышиваешь, в сложной схеме можно запутаться. А здесь очень легко все вышивается, поэтому, как дорожный, он меня полностью устраивает. И смотрите, канва какого цвета. Понятно, что на даче не всегда получается в каждом перерыве отмывать ногти, руки. Понятно, что я их мою, но все равно есть вероятность на природе запачкать канву. Если бы это была белоснежная равномерка или белая канва, то легко было бы наставить пятен, они были бы сразу видны. А здесь, я думаю, что даже если будут какие-то погрешности, это не так будет заметно. На природе всегда случаются какие-то казусы. Как бы мы аккуратненько не садились и как бы мы аккуратненько не вышивали, все равно либо ветер лист бумаги унесет, либо Ричард прыгнет лапами мне запачкой. В общем, там всегда какие-то казусы происходят. И вот с этим набором уже произошел у меня казус. Я отрезала ключ и ключ я потеряла. Когда я вышивала, я помню, что я его прикрепила на стол клеенке зажимом. И очень надеюсь, что он там остался. Я еще не ездила на дачу на этой неделе. Надеюсь, он так там висит, болтается, если его ветром не унесло или там собаки его не сдернули. Он же очень так заманчиво, наверное, болтается. Я надеюсь, что я найду. Но вот первый раз я говорю спасибо людям, которые выкладывают схемы. Я не сторонница пиратства, но мне так понадобилась схема. Я уже даже хотела обращаться к вам, к зрителям, чтобы вы мне прислали ключ. Или написать фирму Нитекс, показать, что я купила. Действительно купила набор. У меня есть видео о покупках. А ключ я потеряла. Ну, в общем, нашла его на просторах интернета. Правда, ужасного качества. Но значки понять можно. Поэтому я значки нарисовала здесь на планшетке. Раньше я на планшетках никогда не рисовала значки. А после вот этого случая, как я потеряла ключ, я поняла, что значки рисовать просто необходимо. Но из меня такой художник еще тот. Конечно, тут я так накалякала. Это ладно, что здесь всего 19 цветов. И мои каракули можно разобрать. Если бы цветов было 50, я не представляю, как у меня получилось бы аккуратненько нарисовать эти значки. В общем, вот так вот. Нитки, по-моему, здесь ПНК Кирова. Точно вам не могу сказать. Сейчас вам покажу работу. Но, надеюсь, все адекватные зрители понимают, что большая работа, запяленная в пяльце, она не может выглядеть аккуратно. Естественно, она сейчас будет мятая. Но гладить я ее не могу, потому что канву я полностью размечаю. Если мы пришпарим утюгом разметку, девочки, имейте в виду, кто размечает маркерами, карандашами, если вы пришпарите, вы ничем уже потом эти пятна не отмоете. Поэтому не нужно слушать зрителей, которые жалуются, что вы им показываете мятую работу. То есть конструктивной критике не всегда нужно прислушиваться. Иногда вам такой дадут совет, что вам потом это все вылезет боком. Вот так я организовала процесс. Заодно вы сейчас можете посмотреть, как он у меня организован. Вот такой красивый у меня магнитик. Я очень люблю всякие красивые штучки, магнитики, ножнички, аксессуары для меня. Я не хочу сказать, что аксессуары это очень важно, но я это дело люблю. Даже биндеры. Обратите внимание, какие у меня биндеры. Нет бы пойти и купить обычные канцелярские биндеры. Нет, мне нужно было вот эти на Алиэкспресс, хоть они и были в три раза дороже, чем обычные биндеры. Но мне они очень были нужны. Когда я начинала вышивать, по-моему, я показывала обзор на набор. В принципе, схему тут смотреть нечего. Вышиваю я на маленьких пяльцах 20-сантиметровых. Мне их очень удобно держать в руках. Дело в том, что очень болит запястье, когда я держу большие пяльца. А тем более, как дорожный процесс, не всегда можно найти какое-то удобное положение для того, чтобы сесть и вышивать. Поэтому, ну вот оптимально. Хоть и пяльца дешевые, я их накупила целую кучу. И абсолютно на всех процессах у меня одеты вот такие пяльца. Никаких нареканий у меня к ним нет. Никогда у меня не ломались вот эти вот колесики. Вот. Так что, ну не знаю. Некоторые девочки не любят эти пяльца. А мне очень они нравятся. И делала я самодельный куснап и станок у меня есть. Но вот почему-то все равно я предпочтение отдаю этим пяльцам. В общем, что у меня получается? Получается пока у меня какая-то фигня. Потому что я начинаю всегда вышивать с правого нижнего угла. Я не говорю, что картина фигня. А пока что непонятно. Непонятно, что получается. Потому что вышит еще маленький кусочек. Вот смотрите, я начала вышивать. Вот это место, это стол. Вот. И на картине он занимает достаточно большой участок. Вышивала, вышивала, и мне стало скучно. Я бросила вышивать стол. И начала вышивать с правого верхнего угла. Потому что там начинались цветочки. И вот, пожалуйста, уже у меня цветочки нарисовались. Я сейчас рядышком положу схему, чтобы было понятно, какой именно угол я вышиваю. Посмотрите, превью, да, какая маленькая картинка. И как она увеличена. Вот, видите, в реальном размере. Огроменный получается размер. То есть, это вот эти маленькие листочки. Вот это вот маленький-маленький уголочек. На этой огромной схеме. Вот он какой. Смотрите, пяльца 20 сантиметров. И тут уже больше 20 сантиметров получилось. Я перешла вот на эти вот цветы. Вот. Ну, в общем, вот этот вот маленький уголочек. Вот такой вот. 20 на 20. И, как видите, здесь цветы такие в тени, они очень темные. И поэтому вот это все коричневое и крупное. Есть группа Нитекс ВКонтакте. И я читала отзывы. Там очень многие покупатели ругаются на этот набор. Они начинают его вышивать с правого верхнего угла. И ругаются, какие здесь черные некрасивые цветы. И приходится производителю объяснять, что вы вышите сначала хотя бы пол работы или там четверть работы, чтобы было понятно. В общем, эту картину можно смотреть только издалека. При близком вот таком детальном рассмотрении, конечно же, вот такие вот черные некрасивые пятна. Я уже в этом убедилась. Я много отзывов читала. Я, в общем-то, не расстраиваюсь. Если бы я отзывы не читала, возможно, я бы тоже расстроилась. Я бы тоже не поняла, что за чернота и что за фигня у меня получается. Как вы видите, вот здесь вот цвет основы белый. Но я заменила ее на кофейную. Потому что первоначально Нитекс комплектовали именно вот такой вот конвой. Я сейчас не могу вам сказать, какая конва у производителя. Я заменила ее на цвайгер. То есть я купила вот этот большой кусок цвайгер и на ней вышиваю. И вот еще смотрите, что интересно. Вот здесь вот этот вот уголочек вышивается голубым цветом. Серо-голубым цветом. Я очень надеюсь, что издалека все это будет смотреться красиво. Пока белого цвета у меня не было. Но когда я вышивала белые розы от фирмы Риолис, там тоже было очень мало белых цветов. Но готовый результат все равно был отличный. Вышивается здесь все крестом в две нити. Очень легко идет вышивка. Очень огромные участки одним цветом зашиваются. Ну, в общем-то, так у меня тоже было в наборе Триолис. Белые розы. Розы на заборе еще их называют. У Риолиса нет названия. Там только номера наборов. И издалека эта картина смотрится замечательно. И я думаю, что здесь будет то же самое. Ну, я не думаю, я уверена. Я очень много уже видела отшивов. Поэтому я совершенно не расстраиваюсь. Ну, в общем, вот так, девчонки. Смотрите, сколько вышиваю. Вышиваю. А еще только у меня маленький уголочек. Хотя вот уже 20 на 20 вышила. Понятно, что эту работу я буду вышивать очень долго. Ну, хотя, если мы часто будем ездить на природу и на рыбалке, то, возможно, будет быстрее, поскольку я его беру с собой. Но вчера еще дома я его вышивала, этот наборчик, поскольку что-то я устала после огорода и не хотела с мне сложную схему сильно напрягать зрение и мозги. Кстати, если вы еще не опытная вышивальщица, вы смело можете начинать этот набор. Несмотря на габариты, на размеры этого набора, вышивается все очень легко. Я думаю, что даже если это ваша первая вышивка будет, вы здесь не ошибетесь, у вас все прекрасно получится. Главное, обязательно разметьте канву, потому что такой огроменный размер очень легко ошибиться. И если вы сместите рисунок, и у вас там не хватит куска ткани, это будет очень обидно. Поэтому я всегда сразу размечаю канву. Я сразу уже вижу, какой у меня запас со всех сторон остается. И я могу начать вышивать с любого участка. То есть, если мне сейчас надоест вышивать вот эти черные цветы, и вдруг я захочу начать вышивать с левого нижнего угла, вот эти вот белые, светлые, я смело могу это сделать, потому что у меня пронумерованы квадратики. Я с любого участка, хоть из центра, с любого края, я могу начать вышивать. Именно поэтому мне нравятся большие картины разлиновывать. Маленькие наборчики я могу и без разлиновки вышивать. Ну, в общем, вот такие у меня продвижения. У меня есть и другие процессы. Я там тоже хорошо продвинулась. Я их зимой вышивала и весной. Вообще, плодотворно у меня была зима. Если бы было меньше начатых процессов, то было бы больше готовых работ. Но я думаю, за весну три готовых работы, немаленькие, это тоже нормально. Я уже вам показала предыдущие две. И вот сейчас сова. В общем, вот такие три у меня завершенные работы. Пока не знаю, в ближайшее время будут ли завершенные или нет. Возможно, я какой-нибудь маленький процессик начну, чтобы... Хочется иногда посмотреть быстрый результат. В общем, большую картину вышивать интересно, но долгое. Ну, и хочется показывать вам не только 25 отчетов по одной работе, а хочется показывать разные. Ну, на этом я заканчиваю видео. Всем большое спасибо за просмотр. Желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!